Здравствуй, хочу показать тебе новый сервер по грейсмоддарк.рп, Vega Roleplay. На сервере есть удобное и кастомное F4 меню. Также у вас есть уникальная возможность выращивать отменную травку на новом плагине Xero's Grow Up 2, отваривать тонны мета и продать их скупщику, или распространять по городу, майнить криптовалюту, притворяясь программистом. Всё это и многое другое на нашем сервере Vega Roleplay. Ссылки в описании. Я достаточно долго снимаю ролики на обычном Дарк РП, ну где просто бандиты-менты стреляются, все маломальски отыгрывают РП, думаю вы поняли. Но в какой-то момент я подумал, что если закинуть такого человека как я на тематический сервер в режиме Дарк РП. Для непросвещенных объясню, что такое тематический сервер. Ну вот к примеру вы фанат Старварса, и есть какой-нибудь сервер по Старварсу, вы такие, погнал туда играть. Или же если вы заядлый милитарист, и вам просто хочется использовать накопленные знания, которые вы взяли в интернете, в какой-нибудь подходящей для этого атмосфере, то вы заходите на милитаре РП, или же на серваки по Второй мировой. В сегодняшнем ролике я зайду на сервер, действия которого происходят по мотивам Второй мировой войны. В меру отыграю РП, а также немного понаказываю супостатов, потому что вы это очень и очень любите. Смею предупредить, что на большинстве тематических серверов правила несколько строже, и наказание, соответственно, за их нарушения тоже. Вроде бы уже надо начинать, но я расскажу о Телеграм-канале. Совсем недавно я снова анонсировал пятую часть треков из моих роликов, потому что вы очень часто в комментариях спрашиваете. Помимо этого, я всегда говорю там точную дату и время выхода нового ролика, или же стрима. Делаю небольшие вырезки из еще не вышедших роликов, чтобы подогреть ваш интерес, поэтому вы можете зайти туда и посмотреть, какой момент из этого ролика вставил в ТГ я. Ссылка на Телеграм будет в описании, а теперь погнали. Ой, господи, что там за хуйня рвет, а? Твою мать! Так, стану-ка я бандитом. Потому что бандит это, кажется, один из немногих профессий, кого не будут дрочить эсэсовцы. А мне это как раз и нужно, я хочу спокойно ходить по городу. Я не хочу просто, понимаете, зависать. Я вам, наверное, покажу просто материал, который я отснял. Я заебался вот это терпеть, ждать, пока меня поунижает каждый чел на вот этой госпрофе. Блядь, нас уже заебали бомбить, сколько можно? Давайте я понял, кто-нибудь помогает. Опа-па-па-па-па. Спасибо. Байт, я здесь встаю, меня трогать не нужно. Блядь, теперь у меня горло болит. Кто это спизданул? Кто это спизданул? Я за Донбасс! Я за Донбасс! Я за Донбасс! Я за Донбасс! Ой, блядь, что у вас за армия, ебва-шу-мать! Блядь, блядь, ебатые французы, даже не заходят. Иди, это парчер! А че ты меня бьешь, Бебизяна? Бебизяна? Я щас постану себя сесть на букуху. Бебизяна, да. Че ты хочешь, блядь? Иди отсюда, ты даже стрелять не умеешь, а с Гран-Тонент сам себя уебал. Если ты под себя стрельнешь, чтобы меня убить, ты это подтвердишь. Ты собираешься людей уводить, это запрещено. Мы людей из Германии в США перевозим. Нельзя. Это, братишка, друг. А тебя никто не спрашивает, тебя перед фактом поставили. Ну вот и не надо. Братан, братан. Ебало, заткни, кто тебя спрашивает. Идите в США, пацаны. У меня есть... Давай, я хочу в США, там машины крутые, 7-литровые. Пошли. Мопеды. Стоять, блядь. Стоять, стоять на Ахуксине. Ты че ебануты? Ты как вышел, дебил? КПП даже не вышел. Я же говорю, ты хуёво стреляешь. Иди на стрельбище. А че меня надо было убивать, я убегал куда-то. А они уже согласились с Американцем выйти из города, я их не упускаю, нихуя не узнаю. А нахуя ты с гранатометом, типа, что-то, блядь, не вышел из города. Ну, я Панцерфауст. Панцерфауст. И че, блядь, какая хурая, с нахуй ты стреляешь? А смысл? Быть Панцерфаустом, если нельзя с гранатометом, или ты вообще с ней нахуй? Прямо предлагается, это уйти. Схуя. Ну, то и вместе с ним хотел меня сбежать с Американцем, поэтому, блядь. А я сбежал. Ты, блядь, с гранатометом человек стрелял, блядь, на тебе нельзя, вставай к стене, типа, повторяю. Я сейчас все палку ударю, не садю. У него на НРП фрикилл. Ладно, дай мне его объясним ему. Хотя... Нахуй ему че-то объяснять, я его в рот ебал. Меню. Фан. Я вашим вам ебал, фашисты проклятые. А, у него вообще бан выходит при совокупности нарушений. Шесть часов. А, да, нужно в минутах указывать. Можно? Оружие нужно, я хочу воевать с тюрьмы. Какой причин вы сидели в тюрьме? Вообще ебёт кого-то, я... Война как бы, бля, я хочу стреляться. У нас сейчас не стреляет. Какая война? Ну так я исправлю его. Провоцируйте военный конфликт. Да, я так уже делал в девяносто пятом. Вы из будущего? Я? Да. Я из пастперфекта. Я не смогу быть вашим. Вы хотите быть адвокатом данного молодого человека? Я могу быть его адвокатом. Ну да. Всё, вы можете показать, кто из вас будет адвокатом? Да, я буду. Ладно, можете показать свой паспорт, чтобы поставили всё. Давай, Роу. Тут с вами. Ладно. Кто успел, тот и съел сладкий. Я тебя подавился, ладно. У меня ещё будут. Игроку войскгангшут. Удачи 60 и 100. Удачи тебе, братан. 60 и 100. Удачи тебе, братан. 60 и 100. Сейчас я локтем начешу дверь откроет. Открывай, бля! Сус присяжных, здравствуйте. В общем, давай-давайте, мы тут вас сейчас... Подождите. Подождите. Я понятой. Подсадите обратно, я что-то выпал со сцены. Кто будет судей, собственно, и кто будет судей? Оправдать! Так, гестапо, гестапо, так как в этот... Мент. Гестапо, так как в Мент. Будете судей. Спасибо. Можете подняться. Сейчас, сейчас подождите. Сейчас в общем подойдёт гестапо. Судьёй у нас будет гестапо. Гестапо. Оружейный... Обвиняемый, давай сюда. Сейчас мы всех раскатаем. Да вы не являетесь этого гадом. Сука, ты чё не понял? Меня гестапо пустил сюда. А мы тебя отсюда выгоняем. Иди отсюда. Всё, гестапо, садитесь, короче, на место. Я пони то. Давай, обвиняем Аста. Какой ты пони то, тебя не понимает никто. Иди отсюда, блять. Садись, короче, сюда. Я, в общем, буду справа как подаватель собственно. А, то есть, блять, ты его взял, повязал, и ты его в суд ведёшь. Нихуя. В общем, я считаю, что всё правильно. В общем, судья, я хочу бодать, не помню, как это называется, вроде иск на данного гражданина за убийство Оберштаденфюрера. Все доказательства имеются, но доказательства я вам показать не могу. А, нет, вы были рядом со мной выстрелять. Я всё сказал. Ну, что могу. А защитников? По моим данным, убитый офицер, как я понял, убитый моим подзащитным, имел кучу разных эпизодов того, как он берёт взятки или же использует унтерменьшие в своих корыстных целях. Помимо всего этого, убитый моим подзащитным неоднократно брал заказы на устранение тех или иных лиц в этом городе. Я протестую. Да, и на руках у моего подзащитного были все доказывающие это документы, но вы интересным образом у него их забрали. А знаете почему? Потому что задержание проводили вы, потому что иск подаёте вы, сторона обвинения – это вы. Это полное самоуправство. Ну, судя, вы даёте мне слово. В общем, смотрите, я хочу поделить несколько факторов и запросить те доказательства на то, что штандартенфюрер как бы делал то, что вы сказали. Первое, собственно, это доказательство мы увидим потом, которое есть на руках вашего подзащитного вашего. Сейчас я хочу сообщить о том, что доказательства у нас имеются тоже о том, что именно ваш подзащитный бил того штандартенфюра. И бумаги, и тех бумаг, про которые говорили у меня, нет. Сейчас придёт первое доказательство. Вся суть в том, что, по словам вашего подзащитного, он в это время мирно спал в своей кровати на своём третьем этаже своего техэтажного дома. Отметим это. Как удивительно, когда мы вынесли его дверь, поднялись на третий этаж, он уже мирно сидел за радио и с кем-то разговаривал. По его словам, осуждал фрукты. Он начал оправдываться тем, что ему кто-то позвонил в телефон. Он проснулся и подошёл к телефону. Но перед этим он не заметил разнесённый нахуй в коча третий этаж, который был уничтожен двумя ракетами. Кто его пустил нахуй сюда? Кто их сюда двоих пустил? А мне интересно, а что он должен будет говорить на то, что ему сотрудники госаппарата разнесли третий этаж и ничего об этом не сказали. С учётом того, что я выше упомянул про самоуправство как вас, так и вашего уже ныне покойного подзащитного, который тоже занимается самоуправством. Какой смысл ему было этому удивляться? Мне вот интересно. Никакого, очевидно. А вот убийство, убийство вашего сотрудника и сослуживца, это всё было в результате самообороны моего подзащитного. Он уже был в курсе, что его заказали. Он уже был в курсе того, что на него будут вести охоту. И как видите, он не ошибся. На него реально начали вести охоту, тем более госаппарат с гранатомётом, который расстреливал его дом. Ну, данный... Как сказать? Боец с гранатомётом являлся макакой с гранатомётом. Мы ничего с этим не можем поделать, я потом их займусь. Он и я уже на него подавал иск, его откатили. Это факт. То, что у вас был такой сотрудник, и вы ничего с ним не делали. Да даже мы... Здарова, Ватцок! Как дела? О, фюрер, здравствуйте. Здрасьте, моя фюра. У нас тут происходит как бы судебная... Как бы суд идёт. Да, да, да. То, что это была самооборона, я бы там плохо, я не знаю. Капитан Дархану фюреру как типа? Стоял возле... О, это КПП? За счёт баума или что? Документы достали. Там будет, сынок, сшибательные новости. Шлагбаум. Документы достали. А он когда стрелял по этому дому, или просто стоял? Нет. Не, документы, фотографии, блядь. Тот чел, который на тебя напал, он стоял, деньги брал за заказ на тебя. Понятно, ну... Это самое дорого особое... Да, собственно... Это... Данные подозреваемые... Убил, что лаза... У меня есть фотографии, подтверждающие то, что убитый моим подчинённым был наёмным убийцей, который брал заказы на устранение людей и прикрывался своей службой в госаппарате. Мне их мой подзащитный передал фотографии, и теперь я предоставляю их вам. Пять лет судов не было. Мне даже интересно стало. Трай тут есть интересный. Трай тут не было. Да, ладно. Трай тут. Трай тут. Трай тут. Трай тут. Трай тут. Трай тут. Удачи тебе. На фотографии же как раз таки убитый, за которого решил вступиться вот обвиняющий, да? Трай тут. 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 Да, да, да. Вот. Фотографии подтвердили. То, что на моего подзащитного был оформлен заказ на убийство. Заказ брал и выполнять пытался ваш сослуживец, ныне покойный, который не смог выполнить заказ. И что теперь суд и остальные присутствующие скажут на это? Ну что я могу сказать? Ну... Ой... Каждый раз подождите. Вы изъяли в связи со своими полномочиями все да не все. Фотографии у нас остались и они подтверждены. Это все видели? Кто ваш информатор? Это вообще не имеет никакого значения. Все это увидели? Я ничего не скажу, потому что не знаю. Я объясню. На моего подзащитного подали иск в суд за убийство. В ходе судебного разбирательства было выяснено, что мой подзащитный был как раз таки заказан одним из сотрудников госаппарата. И поэтому при нападении на него он его убил, этого сотрудника госаппарата, ввиду самозащиты. И теперь его обвиняют просто в убийстве. Но я же нашел документы с моим подзащитным. Фотографии именно. Которые показывают, что на него брали заказ. Офицер просто стоял у шлагбаума. Ммм, да. Он просто стоял у шлагбаума. Ну это в этот момент. Но я нашел фотографии, которые показывают, что он брал заказ на убийство моего подзащиты. Что вам еще нужно? Это ж подтвердилось судья, не так ли? Ну по фото я смотрел так, но пока что еще все мутно, если честно. А почему мутно? Мы же осмотрели с вами достаточно внимательно. Ну это да. У нас конечно камеры не особо хорошие такие в наше время. Но что поделать. Возможно в будущем они будут получше. Они будут снимать на... Похоже, как на конскую пизду. Но сейчас примерно достаточно. Все хорошо видно. И лицо, и одежду. И то, что он получает деньги, берет и кладет к себе в карманы за заказ. А какой вопрос вы огромную бандуру носили с собой для съемки? Я? Я ничего не носил. Я адвокат. Ну, можно сказать, что обвинение все снятое. С... Ну тогда ладно. С подозревающейся обвинение снятое. Все, мы тогда можем уходить без наручников с ним. Мне показали фото, так что я все удостоверился. Все, на свободу. Адвокат. Все, слышь, пошли шлюху снимем, выбьем двоечка его. Боебы, блядь, на СССРе нам. А ты кто-то-то? А ты долбоеб, блядь. Заткни ебальник свой. Колхозная морда. Пошел нахуй, пидорас. Ты колхозная морда, блядская. Иди пиво по акции пей. Стоять, стрелу. Держите, это унтер. Держите, это унтер. Он съебался, блядь. Он съебался, ладно. Стойте. Мне он нужен. Забирайте. Иди пиво. Иди пиво. А вот. Сейчас, 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 сейчас. Я не понял, в чем дело. Итак, ребята, первое пояснение за 15 минут геймплея. На сервере предусмотрен лагерь, в который забирают как раз определенные профессии, но точно не бандита. Итак, что делает челик по правую сторону от меня в коричневом? Он просто в одну сторону заводит диалог, мол, свяжите его, он мне нужен, ничего при этом не объясняя, и навязывает свою какую-то там рп отыгровку, хотя там отыгровкой вообще не пахнет. На секунду я подумал то, что это чучело нарушает правила джопа босс, но это когда ты используешь преимущество своей профессии для своей выгоды. Ну, к примеру, ты взял какого-нибудь оружейника, купил себе оружие и снова поменял профу уже на другую. Он же в этом случае не получает никакой выгоды, материальной тем более, поэтому я не понимаю его мотива, зачем он эту всю хуйню делает. Я с тобой не соглашался никуда идти. Ты согласился с немцами, молча не знаю согласия, так ведь? Ну, вообще-то нет. В моём случае всегда да. В каком твоём случае? Кто ты? Я генерал Авый Череп и ты пойдёшь во имя Гидры на РИСК. Во имя Гидры и третьего РИСК. Но в основном во имя Гидры. Стань перед этим знаменем, стань перед этим знаменем. Пошёл нахуй ты твоё знамя обусранное. Я не понял, ты чё охуел? И шо, это и есть эксперимент? Я хотел тебя просто либо на экстритический стул, либо тебя просто грошить. Ну, раз как ты. Стоило мне выпустить один ролик, где я не играю за админ-профу фулл-тайм, так таких долбоёбов уже развелось просто куча. Мало того, что он не может нормально сформулировать предложение, и мне чётко высказать, что он от меня хочет, и что он вообще задумал сделать, так он, блять, он просто не понимает сам, что он делает, он не может определиться. То он хочет какую-то мне кисту, блять, сделать, то меня убить. Извините, пожалуйста, но киста у меня была в семнадцатом году, второй раз не хочется. Не согласен с тем, чтобы пойти на эксперимент. Бля, ты придумай нормальную причину, чтобы меня убить, а потом уже делаешь что-то и заготовь речь. Ты не особо сильно на злодея смахиваешь. Тебе бы рублей пять дать там, ну, не знаю, чтоб на жизнь хватило. Бедолага, ёбаный. Заткнись! А иначе что, ты убьёшь меня? Ну, ты и так меня собираешься убивать. Чё мне бояться, блять? Шизик, блять, ёбаный. Просто разоткнись. Иди нахуй в деревню куда-нибудь. Колхозников. Иди задрачивай. Посмотрим, как ты будешь петь, когда тебе пуля в рот даст. Блять, это самый безобидный злодей, которого я когда-либо встречал. Посмотрим, как ты будешь петь, когда тебе пуля в рот даст. Просто охуеть какая угроза. Я, наверное, должен был, по его мнению, встать на колени сразу и начать извиняться. Ну, это пиздец. Ребят, для справки. Ваши возможности в выборе профессии, за кого поиграть, зависят прямо от того, сколько вы времени на этом сервере отыграли. Судя по его профессии, он отыграл на сервере немало. Так вот, у меня вопрос. Как этот долбоёб за такое наигранное время не умудрился улететь в пермач за его долбоёбский, как и он сам рпшки? Ну, ну просто как, блять, объясните, я не понимаю. Какой эксперимент? Что ты нахуй творишь? И то, на эксперимент пошёл. Так, о, говори себе. Стоять, стоять, стоять. Его, блять, стоять. То есть, если ты сюда пришёл, то ты... А что происходит-то? А что происходит, говорю? Ну, ты увидел концлагерь, это как-то не совсем правильно было. Сука, это ведь абсолютно то же самое, если бы я на дарк рп обычном серваке подошёл бы к челу за мента, когда проходила какая-нибудь перестрелка или же ограбление на улице или в бедном районе, сказал бы, ты увидел эту перестрелку, это как-то не совсем правильно. Теперь ты идешь нахуй в тюрьму. Блять, в смысле я его увидел? Он на въезде в город стоит. Как я его не увижу? Здравствуйте. У нас на данный момент проходит набор сотрудников... Блять, можно меня слушать? На данный момент проходит набор сотрудников в данное учебное предприятие. Что происходит? Ты будешь бедным и я позабочусь о том, чтобы тебя изнасиловали. Вам, блять. Кто-то уже, видимо, позаботился насчёт того, чтобы изнасиловать твоё, блять, красноречие. Тебя в ухо трахали или куда, или в этот, в нос? Да ну да. Убить значит убить. Можете идти? Что ты меня убьёшь? Я же просто не захотел на работу идти, и ты сам доебался до меня. Чё ты, блять? Идите. Извините, а из какой деревни вы его взяли? Ну что, будем его убивать? Не знаю, сам пришёл. А платите как? Я надеюсь, хотя бы пиво по акции, красная цена, он пьёт. Пиво пошёл. Пошёл сам. Не знаю. Ага, и чё дальше? Не удержал. Не удержал. Не удержал. Правильно, правильно. Надо так вот кувалдой голову расхуярить. Не знаю, я, 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 мама его, я, не разрешено. Хех. Не разрешено. Это мама его не трогай, мать святое. Эй, не хочешь пойти на экскременты? Стоять, стоять, стоять. Чё ты, блять, ты? Зачем ты меня убил, блять? Зачем нахуй? Извините. Он меня оскорбирует. Я не могу. Там шок глял. А чем я тебя оскорбил? Я спросил, просто не хочешь пойти на экскременты? Подожди. Ну, как-то говорят. Отрубят одну голову вместо неё выросли две. Это ты так про хер свою говорил, когда так же про болт сделать, да? Шизик. Бесписюновый. Бесписюновый. К стене. Гитлер, вы не имеете права это делать. Вы понимаете, так что это... Он имеет право нахуй вертеть, что он не имеет права. Шизик. Шизик. А теперь ещё Ивану за втавкан. ... Ебать, что это за нахуй? Нормально впендюрило. салют него что случилось уберите пожалуйста там безобразие то случилось там производится какая-то оргия что-ли там ебану бобана не боится широк но даже еще раз так может что-то еще взорвется чё там блять чё там блять происходит да это салютики летают не волнуйся хуя то блять салютики а ты кто такой солнышко че у вас он такой серьезный мой сынок да ну чё ты его обзываешь Солнце ну скажи что нибудь голосовое мы же добрые мы уже слышали твой голос мы же это с добрыми намерениями мы видишь не токсим ох как ты его хуйнул а если я тебя так же по башке твоей пустой блять а что мы воевать не идем иди иди воюй оно тебе надо ты воюй не воюй а а зачем ты это делаешь что ты его бьешь идите арестовываю на зоне подчинения а что не приходишь может он в лагерь сразу мне отправит а зачем ты это делаешь я вам говорил лицом к стене сколько раз молодец собачка умница хороший маленький мне хуй было на собаку рыпаться я за собачек всегда я люблю собачек в общем месте не доставайте оружия это а ну тиша тиша тиши давай за мной давай за мной не слушай этих шизиков побежали 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 молодец мадтьев Хороший, хороший. Пошли, пошли. Меня собака покусала. Мне хотела ее трогать. Она не бешеная, она нормальная, адекватная. Почему она меня ни разу не укусила, а его укусила за задницу прямо? Как думаешь? Собака это то же самое, как с женщиной взаимоотношения. Значит, не надо было ее трогать. Твое отношение к собаке это то же самое, что твое отношение к женщине. То есть ее поведение по отношению к тебе это зеркало того, как ты с ней обращаешься. Понял? Вот я собачку свою кормлю, глажу, хвалю. Она меня не кусает. Вот она сейчас по городу гуляет, и я ее опять позову, когда увижу. Она подбежит ко мне и будет радоваться. А тебя она, сука, загрызет. Понял? Дома тебя такому не научат. Мотай на ус. А, забыл одну важную мысль передать. И запомни, запомни. Если собачка твоя, которая к тебе хорошо относилась, если всегда радовалась тебе, начинает на тебя лаять, злиться и скалить зубы, то значит кто-то кормит ее помимо тебя. Ну же все поняли, что я говорю про собак? Это тикток. Я в тиктоке, я уже мастер тиктока. Солнце, привет! Кушать не ходишь пока? У меня еды пока нет. Потом у повара может сходить. Это моя команда, отойди. А, пошли гулять, пошли гулять. Пойдем, пойдем, пойдем. Это моя, это моя, это моя собака. Пойдем, пойдем. Пойдем, 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 сейчас мы будем дела делать с тобой. А ты что за нами лазишь, я не могу понять. Да, моя хорошая. Повар! Повар! Повар, еда нужна. Еда такое вот, что-нибудь съестное нужно. Ага, ну я всего сейчас у тебя наберу. Побежали, пэс, побежали. Так, в общем. В общем. Ну-ка сюда, 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 на место, на место. Так, садись, садись. Встань. Опять присядь. Так, молодец, сиди, сиди, сиди. Опа. Вот, за то, что сел, молодец, ешь. Ебать, это что? Нихуя себе. Ухо, ухо чухни, ухо. Вот, молодец, теперь сядь. Встать. Че-то тут же вроде кто-то был. Может, он тут где-то? Стоять, стоять, стой, 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 лицом к стене, встал, давай, давай, лицом к стене. Пусть. Лицом к стене. А еще собаку зачем убедил? Туда живи. Давай с собой возьмем, пошел. Встал к стене. Встал к стене. Встал, 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 встал. Давай, давай. Смотри, сейчас объясняем тебе план наших детей. Ты сейчас идешь за нами, не отвлекаешься, ни к чему не делаешь. А тебе твои подружки дали право голоса? Да, да, да. Кто я? Все пошли. Что? Пошел? Куда? Пойдем, мы как тут обычно дойдем. Просто домой там. Так, и что? Заходи за мной. Не, сюда зачем? Что ты меня толкаешь? Заходи. 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 А зачем сюда именно заходить? Зашел, я тебе сейчас порежу почку. Да ты, блять, ножом пользоваться не умеешь. Какой, блять, порежу почку? Все, заходи. Закрываем. И стену. И стену. Так, вот ты сзади и ты хороший. Потом с тобой разобраться. Что пацаны будем делать? Деньги покосить, конечно, будем. Ну, что вы придумали, нет? Как развлекаться будет? Сколько он стоит? Он сейчас заходится в СКП в сторону на улице. Мне рядом он долго стоит. Ну что, смотри, хидовый 20 косарей на пол. Давай, давай. 20? А чё так много? Да, 20 косарей. Ну, а такие цены, понимаешь? Хотя подожди, ну ты же бедный. А то ты... Ты же бедный. Давай. Давай туда пометим. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. У меня есть кое-что. Ну, господи, блять. Вы определились с чего-то мне хотите. Ты кто? Ты кто? Ты кто? Зайди к ш... Иди туда, иди туда. Иди туда за шкафы. За шкафы встал. Бегом. Бегом за шкафы. Вместе со своим... Какой-то ты неуверенный бандит. Какой-то ты неуверенный бандит. И что он мне вообще настроить в топ? Ну, я говорю, какой-то ты бандит неуверенный. Ой. Ты хоть сам понимаешь, что ты делаешь? Эй. Бэйкуп? Сколько у вас там? Смотри. А где на хэ? Там Бэйкуп, конечно, блять, за этого. За Гугвилляйтер, кажется. Пацаны, я думаю, и что? Отпускаем Гугвилляйтера, пускай пиздует нафиг отсюда. Гугвилляйтер выходит, и АТ остаёт. А где ТЭУ? Давайте посмотрим, кто там. Давай, Шурой. По одному заходите. Всё, закрывайте. А вообще, ты давно был на примете у нас. Мы за тобой следили. Ну, что дальше? Да плевать! Ничего, просто двадцать тысяч на пол, и всё. И гуляй. Нам бабки нужны как бы. Мы бедные. Так ты ж только что сказал, меня какая-то мафия заказала, чтобы меня принесли куда-то. Ну вот, ты ещё сказал, не принесли. Да. Не слышу ничего. Там собака деталя. Дома никого нету. А чё дома никого нету, если ты, блять, в доме сидишь и говоришь об этом? Это автоответчик. Это автоответчик. Сорок третий год, сука. Автоответчиков не изобрели ещё. Давайте, тут всё хорошо, давайте. Один хреб, кляп, слышу. Убивай дверь. Слушайте, пойдём дальше. Да, кляп! Да мне кажется им пизда уже, ребят. Может наверху ещё? Ну у вас это друзья у меня стрелять начали. Наверху? Наверху. У вас есть верх, у вас нету верху. Ааа, это не мой вообще дом. Да. А чё вы тут делаете? Ну мне хотели дать пизды, но пытались, но я не взял. Субтитры сделал DimaTorzok